Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца! Сегодня мы с вами поговорим о такую важную тему, как пересадка, а если правильно сказать, то перевалка цитрусовых, ну и другой комнатной экзотики. Этот ролик ответит на такие часто задаваемые вопросы, когда, во что пересадить, ну и какой грунт использовать. Итак, поехали! Чем отличается перевалка от пересадки? Пересадка это полностью, когда оголяется корневая система, земляной ком разрушается, ну и грубо говоря, вы садите в новую землю, в новый горшок. Перевалка это похожий процесс, но в этом случае вы земляной ком не разрушаете, стараетесь как можно меньше травмировать корневую систему, просто берете больший объем, сосуд, и в него с добавлением новой почвы переваливаете старые растения полностью земляным комом. Вся комнатная экзотика достаточно плохо относится к пересадке, а уж тем более цитрусовые, они самые требовательные. Поэтому мы говорить будем именно про перевалку. И начну я, как оказалось, с самого сложного вопроса, это грунт или субстрат. И вот тут, конечно, не все так просто. У цитрусовых, да и любой комнатной экзотики, есть определенные требования к грунту, и они должны четко соблюдаться. Так как у нас достаточно небольшой горшок, ну и при перевалке мы опять же добавляем не так много субстрата, то он должен быть питательный. Там должны быть основные макро- и микроэлементы, которые необходимы для нормального развития и роста комнатной экзотики цитрусовых. Для комнатной экзотики цитрусовых особенно нужно слабокислое или, ну в крайнем случае, нейтральная среда. Это для чего? Для того, чтобы нормально развивалась макориза, и растение нормально питалось. Я не буду сейчас углубляться в эту тему, у меня есть подробный ролик про микоризу, как происходит питание. Посмотрите, щелочная почва для цитрусовых, да и для всей комнатной экзотики, не подходит. Там микориза просто-напросто умрет. Как оказалось, 90% зрителей грунт покупает, и основной параметр для покупки этого грунта, только лишь, чтобы на баночке было написано цитрусовое. Это вообще не параметр, это вообще не критерий. Важно то, что написано в инструкции, и какой состав имеет этот грунт. Ну а когда дальше в комментариях начинается развиваться тема, то основная составляющая этих грунтов это торф. И это неплохой вариант, потому что есть еще вариант хуже, что когда основная составляющая этого грунта, это кокосовый субстрат, что вообще в принципе пустышка. Конечно же вы понимаете, что и так в маленьком горшочке, где земли и так немного, хотелось бы сконцентрировать как-то питательное вещество, а тут все наоборот. Грунт получается сам по себе пустой. Ничего там для жизни этих растений практически нет. Единственное, что выполняется, это кислотность. Конечно, отсюда всякие проблемы, и хлороз, и опадение листьев, и сворачивание листьев. Не буду все перечислять, вы сами это прекрасно видите. Грунт я подготавливаю совы, у меня смесь перегной и лесной земли. И тут сразу же я убиваю двух зайцев. Во-первых, этот грунт имеет слабо кислую реакцию, что нужно именно цитрусовым. И с другой стороны, там достаточно широкий спектр макро- и микроэлементов. Но количество грунта настолько мало при перевалке, что даже мой замечательный субстрат не решает все проблемы. Если посмотреть, иногда растение начинает хлорозить, иногда немножко сворачиваются листья. Видно прям по растениям, что даже тот субстрат, который я готовлю, не полностью подходит. Поэтому для меня встал вопрос, что же добавить в грунт, чтобы микро- и макроэлементов, количество добавить в ограниченном пространстве. И тут, конечно, опять же нужно выполнить те условия, которые требуют именно цитрусовые. Это, во-первых, чтобы PH этого удобрения был слабокислый или нейтральный. А большинство минеральных удобрений, из-за наличия солей, имеет достаточно щелочной PH, что не подходит. И эта проблема на самом деле актуальна, и она все время присутствует. Ее все время нужно учитывать. Естественно, чтобы это удобрение добавляло в мой субстрат все необходимые макро- и микроэлементы. В связи с тем, что перегной, особенно перегной, достаточно сильно разлагается после внесения почвы, почва очень быстро садится и становится очень плотной, то мне и нужен был разрыхлитель. Что-то такое, чтобы делало почву более воздушной, более воздухопроницаемой, чтобы опять же та же самая микориза развивалась и росла хорошо. Ну и неплохо бы, если бы это удобрение можно было легко заказать в интернете, оно было общедоступно. Не смотрел я ни на какое название, чтобы там было для цитрусов. Я изучал лишь состав. Нашел я доктор Грунт. Если посмотреть на ее пикетку, нет тут никакого предназначения для цитрусов. Мне не важно, что тут написано. Вот это закройте, а все самое важное с другой стороны. Именно вот здесь. Читаем состав. Биодоступный кремний, силициума-2. Ну это обычный песок, именно для разрыхления почвы. Дальше. Калий, магний, фосфор, кальций, марганец, железо. Это самые основные макро и микроэлементы, которые нужны в принципе цитрусу. Особенно железо, так как основная проблема с цитрусом именно хлороз. Лимоны, лаймы часто хлорозят, поэтому конечно же эту проблему тоже желательно решить. И самое важное, что здесь написано, это PH. PH 5,6. То есть слабокислая среда. Вот это очень важный аспект, на который в первую очередь должны обратить внимание. Не название, не для чего этот грунт, а состав. Вопрос, сколько я его добавляю. Но опять же, я ничего не придумал. Смотрю вот четко по инструкции. Помешать с почвогрунтом не более 20% объема. При каких-либо подкормках нужно четко соблюдать правила. Лучше, меньше, да лучше. Потому что любая передозировка приведет к ожогу корней и обратному эффекту. Так вот, если уж я начал в свой грунт добавлять вот такие вот комплексы, то покупая грунт, в основе которого торф, а еще хуже конечно, это вообще я считаю неприемлемый кокосовый субстрат, задумайтесь о том, что у него внутри. И вот сразу же купить что-то подобное я вам рекомендую. Найти доктор грунт по поиску в озоне никакой проблемы не составляет. Но на всякий случай оставлю ссылочку в описании. Во что пересаживать? Какие-то вот горшки конкретные рекомендовать не буду. В принципе, я использовал любые материалы. Неплохо, когда у вас есть керамика. Все это очень дорого. И я уже давным-давно использую обычные пластиковые горшки. И тут основное условие, которое вот я считаю обязательно для любой комнатной экзотики, в том числе и цитрусовых, это большие дренажные отверстия. Потому что никто из них перезалива не любит. Вот я бы сказал, хороший горшочек. Вот такой вот вполне сойдет. Тут хорошие такие дренажные отверстия. Но вот с точки зрения именно полива, я бы сказал, что вот этот горшочек, вот с этими дренажными отверстиями, значительно лучше. Сколько бы вы воды не налили, тут все лишнее уйдет. Если же у вас нет совсем дренажных отверстий, то это очень плохо. Вы 100% получите корневую гниль. Самый важный момент при выборе емкости, нужно учитывать, что у нас растение растет на подоконнике и мы ограничены. Вы должны горшочек выбирать на 2-4 сантиметра больше по диаметру. Нельзя сразу же пересаживать из маленького вот в такой вот большой. Во-первых, у вас почва может просто-напросто задохнуться от увеличения большого объема и неиспользования корнями. А во-вторых, даже если этого не произойдет, то через 2-3 пересадки у вас просто-напросто будет стоять 200-литровая бочка в квартире. Ну, вам это нужно. По чуть-чуть увеличиваем горшочки и все получается замечательно. У меня история с перевалкой напоминает детскую ситуацию, в которой каждый был, у кого была старшая сестра или брат. Вся одежда четко достается по наследству. Это так у меня. Я сначала пересаживаю самые большие растения, освободившиеся горшки передаю средним растениям, а от средних уже к маленьким. И вот так вот у меня каждый год. Задады получаются минимальные, а свое дело по перевалочке я сделал. Итак, самый первый вопрос, который я и сам себе задавал, на который я нашел тоже ответы, это когда... Цитрусами очень давным-давно занимаюсь, поэтому перепробовал разное время. Поверьте, с детства мне казалось, что вот весна самое время. Нет, практика показала, что вот как раз весна это самое не время. Идеальное время, вообще вот по моей практике, это декабрь до середины января. Дальше уже, в принципе, начинается период активного роста, и делать эти операции нельзя. Для растения, поверьте, это серьезное испытание. Вместо того, чтобы активно расти и развиваться в весенний период, оно у вас будет чахнуть. Ну, все пойдет гораздо хуже. Пройдет потом период активного роста, листики, стебли, все одеревенеет, скажем так, станет и размером, и в форме, и по жесткости, как у взрослого растения, как у нормальной листья. Вот тогда тоже можно делать очень аккуратно перевалочку. Где-то примерно 50-40% у меня идет перегноя, остальное у меня идет уже лесная земля. Тут все очень просто. Грунт живой, со всякими примесями, с палочками, с листиками, все как положено, с хвоей. Опять же, согласно как инструкции, не более 1,5 доктора грунта. Все, больше ничего не надо. Вот в сухом состоянии, как у меня хранится, все хорошо перемешиваю. Чтоб сильно не пулел, ну и уже потом был наполовину готовый к употреблению. Немножко намачиваю. И опять перемешиваю. И вот так несколько раз. Очень важный момент. Однозначно он связан с пересадкой. Весь грунт у меня всегда замульчирован. В качестве мульчи я использую мох. Ну и пересадка, это, конечно же, повод для того, чтобы его сменить. Всегда мульчируйте почву, потому что для цитрусовых это необходимо. И пересадка сводится к наименьшему повреждению, корневой системы. Вот я ее достал. Не разрушая земляной ком, мне нужно посадить в горшочек чуть большего размера. Смотрю, сколько мне нужно добавить грунта вниз. Опять же, не разрушая земляной ком, делаю уклон. Так как мне нужно, чтобы более-менее выровнять растения. Растут они на подоконниках и так или иначе они все равно в сторону солнца клонятся. Поэтому немножко при перевалке все это дело корректирую. И не сильно утрамбовывая, опять же, чтобы не повредить корневую систему, укладываю грунт. Конечно, грунт лучше всего усадится при поливе. Накладывая практически полный горшок, через пару недель земля усядет. При поливах вся распределится по горшку так, как нужно. И тогда, конечно, нужно обязательно почву замульчировать. Чтобы грунт уселся, ну и вообще, чтобы оно лучше прижилось, чтобы меньше испытывалось стресс. Нужно хорошо в первый раз, конечно же, растение полить. У нас вода хорошая из-под крана идет. Я это делаю с помощью душа. Но вы, конечно, выбирайте хорошую воду для своих растений. И желательно, конечно, чтобы она была не жесткая. Поливаем первый раз обильно. Заодно и проверяем сразу же дренажное отверстие, чтобы у вас легко лишняя вода ушла. Дренаж отлично работает. Для меня это один из самых важных показателей. По поводу дренажа. Я не укладываю никакой дренаж, потому что считаю, что все полезное пространство горшка должно использоваться полезным грунтом. Если у вас хорошее дренажное отверстие, этого вообще, в принципе, не нужно. Сейчас обмою горшок, поставлю поддон и их можно сразу же ставить на место. Не забудьте, что его нужно повернуть листочками к солнцу. Если вы случайно переверните цитрусовое тыльной стороной, это для цитрусовых будет критично. Ваши деревства просто-напросто умрят. Больше вас задерживать не буду. Да и мне, в принципе, еще работы предстоит много. Всю экзотику нужно пересадить. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Пишите комментарий. Сдавайте вопросы. Поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Успехов вам. И до новых встреч.